Ассаламу алейкум, рахматуллах и бабракату, братья и сёстры мусульмане, приветствую вас на канале Islam World. Что нельзя говорить жене, когда муж женился на другой? Если было предопределено, и человек взял вторую жену, то после этого женщины начинают высказываться ненужными словами, от которых сжимается сердце, произнесение которых может вывести из религии. Мне очень жаль таких женщин, ведь они наши сёстры, поэтому я хочу попросить их вести себя сдержанно и набраться терпения по максимуму, прежде чем высказаться. Женщины, когда муж говорит им, так получилось, что я женился, так было предопределено Всевышним, в ответ говорят, зачем всё на Аллаха переводить? А на кого тогда переводить? На шайтанов что ли? Или на жену, которую взял? Или на имама? Заключившего брак? Или на родителей, родивших эту девушку? Или на роддом, принявший роды? Непонятный вопрос. Разве не Аллах сотворил всё сущее и предопределил? На него и нужно уповать. Если муж виноват, значит это его вина, и пусть жена скажет ему, это ты взял ещё одну жену, и ты виноват. Не надо говорить, зачем всё на Аллаха перекладывать? Говорят такое, она делает виноватым Аллаха, так нельзя, это моё наставление для женщин. Второе, что говорят женщины? Мужчинам очень легко, что хотят, делают, и на Аллаха всё валят. Такое разве можно говорить? Где тогда предопределение? Хадар. Женитьба, человека на второй жене, не предопределение Аллаха, а всё остальное, происходящее в мире, это предопределение. Разве так должны думать женщины? Ведь в этих словах есть риск выхода из веры. Третье, что они говорят? Пусть он прелюбодействует, гуляя с чужими женщинами, но я не потерплю, чтобы он женился. Она готова соглашаться с этими большими грехами, лишь бы она была единственной, а волю Аллаха и шариат, она готова оттолкнуть назад, отдав предпочтение своему эго. Такими словами, она не мужа вернет в огонь ада, а себя. Когда слышишь подобное, сердцу становится больно, ведь жалко их. Они очень злятся, я понимаю их. Да, никто не хочет, чтобы муж взял вторую жену, но от того, что тяжело на сердце, нельзя ведь делать то, что вредит ей самой. Из-за этих слов, она ведь может попасть в ад и пострадать от этого. Если жена вместо этого скажет так, я не хотела, чтобы он взял вторую жену, но было суждено, я довольна твоим решением, о Всевышний, ведь я твоя рабыня. Если она так скажет и будет контролировать себя, то будет счастлива в обоих мирах, и мужу тоже будет стыдно перед ней. Она же, вместо этого, постепенно день за днем, доводит мужа до состояния сильного гнева, постоянно упрекая его и говоря, что та женщина приворожила его, написав талисман и тому подобное. Тогда, вместо того, чтобы упрекать, ругать мужа, пусть притягивает его к себе, показывая хороший нрав, пусть проявит терпение, пусть ведет себя с ним еще лучше, чем прежде, ведь теперь у мужа есть выбор. А когда у него есть выбор, она наоборот, должна еще больше показывать себя с хорошей стороны. Однако, туда вмешивается шайтан, со своей армией, внушает ей укрепить позиции и до конца воевать, укрепляя в ней мысли о том, что муж приватизирован и никуда не денется. Внушая это, он ни за что не отвечает, а страдаем мы с вами. Такое поведение и капризы первой жены на руку второй, и она смягчает свой нрав еще больше и внутренне благодарит первую за грубость и подчинение шайтану. Поэтому, у меня под конец просьба к женщинам, ведь я вас очень уважаю с одной стороны и жалею с другой. Не говорите слова, вред которых отражается на вас же самих. Не высказывайте того, что заслуживает наказание со стороны Всевышнего. Не заглядывайте в телефон мужа и просыпаясь утром, не смотрите первым делом, какая фотография выставлена у другой жены. Наоборот, говорите, что это воля Всевышнего и что вы довольны волей Всевышнего. Заработайте этим себе рай, и тогда для вас и этот мир станет раем. Все это я рассказал и мужчинам, и женщинам, надеясь, что это пронесет вам пользу. Пусть Аллах простит мои и ваши грехи, усилит между вами любовь, благословит вас, укрепит ваш иман, соберет всех вместе в раю и даст нам, тавфик, совершать богоугодные дела. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии, они важны для нас. Мир вам и вашему дому. Ассаламу алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok